Решение любого вопроса, касающегося здоровья, необходимо начинать с визита к участковому врачу, первичного осмотра и физикальных обследований. Однако зачастую этих данных недостаточно. И здесь приходит на помощь лучевая диагностика, которая помогает максимально быстро, безболезненно и достаточно точно определить конкретное заболевание. Я являюсь заведующим отделением лучевой диагностики, которое у нас сформировано в 2020 году. Это молодое отделение, которое включает в себя три кабинета. Это рентгеновский кабинет, кабинет компьютерной диагностики, в котором мы находимся. Еще наш новомодный, самый новейший кабинет – это кабинет магниторезонансной томографии. Так действие компьютерного томографа. Метод КТ основан на рентгеновских лучах, но сегодня имеет гораздо более широкие возможности. На нем мы выполняем широкий спектр обследований. Это не только легкие, которые к нам приходят в плане простудных, либо дифференциальной диагностики с другими заболеваниями, легочной патологией. Здесь мы делаем все. Травмы, животы, конечности, головы. Все зависит от поставленной задачи. Человек укладывается на ровную поверхность. Тол у нас двигается вперед-назад. Снабжен данный аппарат в 80 рядами детекторов, которые разрезают тело человека поперечно на много-много-много срезы. Метод КТ является лучевым методом диагностики, связан с синизирующим излучением, поэтому проводится строго по направлению врача с обоснованием диагноза и с обоснованием цели исследования. Мы проводим КТ-диагностику не только детям, которые находятся в нашей больнице, но и взрослым людям, и что актуально сейчас в период обострения респираторных заболеваний. Метод КТ является очень высокоточным методом для диагностики вирусных пневмоний, бактериальных пневмоний, в некоторых случаях других заболеваний легочной системы. Высокоточным и порой незаменимым для выявления заболеваний, которые требуют углубленной диагностики и дальнейшего изучения, является метод магнитно-резонансной томографии. Показания очень обширны. Любые проявления заболеваний головного мозга, эпизоды потери сознания, органические проявления, то есть порезы, параличи у пациентов. Заболевания костно-суставной системы – это заболевания позвоночника, боли в спине, которые отдают в ногу, в руку. Это различные отделы позвоночника – шейный, грудной, поясничный отдел, крестцово-подвздошные сочленения, если боли в тазобедренных суставах. Пациенты приходят на МРТ с направлением от лечащего врача, который указывает область, подлежащую исследованию. Дополнительно спрашиваем пациента о наличии противопоказаний, наличии протезирования тазобедренных суставов, например, кардиостимуляторов, несовместимых с магнитно-резонансными исследованиями, чтобы не было на теле человека металлических частей, пирсинга. Подготавливаем пациента, раздеваем, проводим его в процедурную, рассказываем, что метод безболезненный. Сканирование проводится в среднем от 15 до 30 минут, после чего полученная информация анализируется и делается конечное заключение. Метод МРТ является абсолютно безвредным и показан даже в период беременности. Продолжение следует...